Итак, всем привет, с вами Добга, мы продолжаем играть в Кайзер Шизу. Наполеон вернулся в Париж, и теперь, наконец-таки, судьба исполнила свое предназначение. Вы исполните свое и подпишитесь, если вы еще вдруг не подписаны. Мы же продолжаем, поехали. И едет все еще наша армия в Северную Америку, нужно будет спасать положение. Кстати, мы справились полностью с сопротивлением, прекрасно. Сейчас начнем расцветать. Мы уже расцвели, у нас промышленность просто шикарная, а мы еще не до конца все достроили, и решение все не до конца доделали. Так что да, давайте-ка, очищение митрополея, поехали. И армия должна спасти. Пока что я вижу, что их сильно пушат, но вроде не дерутся. До нашего прибытия, по крайней мере, должны продержаться. Какая-то там дивизия сумасшедшая решила не переезжать, типа, особенные. И судите в Бостон. Также тут дополнительная армия есть, и вот эта армия ждет, когда уже там будет война, и Индия почему-то не начинает эту войну. Я не знаю почему, потому что, казалось бы, должна бы. И продолжаем нажимать вот эти вот решения. Почти что закончили. Реконструкция Франции почти завершена. Сопротивление подавлено, промышленность вновь расцветает. 0 ТНП прекрасных, даже минус 3 ТНП. И, в общем-то, Франция снова на коне. Реально. И вот они прибыли. Доезжаем сюда. Да, в Нью-Йорке, кстати говоря, есть гарнизон. Давайте приходим в войну, чтобы наши войска уже начали вступать в битвы. И тут мы готовы. Кстати, авиация у нас тоже очень-очень уверенно уже производится. У нас, кстати, проблемы с резиной из-за того, что у нас в наших самолетах есть резина используется. А это выгодно использовать, потому что у нас куча собственной резины. Можно теперь начать просто подзакупать еще чуть-чуть иностранный. И я думаю, есть смысл сюда перевезти нашу авиацию. И мы начинаем наступление. Просто сносим войска красных. И тут неожиданность произошла. Я только сейчас обратил внимание. Здесь тоже красные, черт возьми. Как бы проросла, проросла коммунистическая вот эта вот пагань в Америке. Что в восточной, что в западной. Но мы со всем справимся, обязательно. И наша авиация здесь вроде как неплохо помогает. А мы идем дальше по фокусам. И Бонапарт выходит из тени. Ну, если честно, часть Бонапарта уже из тени вывезли давно-давно. На всеобщем. Ладно. Ничего не происходило. Да, и Пупенфорта тоже никогда не было. И тут есть такой нюансик. Я выбрал вот этот фокус при прохождении. А для того, чтобы пойти вот в эту ветку, нужно выбрать вот этот фокус. Для пор... До этого. До освобождения Франции. Магическими путями наш Наполеон смог изменить свой выбор вот сюда. Если кому интересно, это можно все отредактировать в файлах сохранения игры. Так что мы выйдем на правильный путь. Итак, смотрите-ка. Начал плакать слезами. Радость моя. Эти разведчики направлялись, чтобы сообщить императору о славной победе. Держан сегодня ночью в городе. Тир император может обратиться к своему народу. Смотрите-ка. У нас пропадает пробьющаяся молодая Франция. У нас появляется сопротивление молодых патриотов. И мы сейчас будем двигаться к национал-популистам. Кремфальный императора без узды. Отлично. Давайте сразу избавимся, наверное, от этого дебафа. На стабильность деле дает минус 5%. Надо срочно от этого избавляться прямо. И смотрите, тут отправляется в вторую эпоху Франции. Ну, ладно. Отправляется так, как отправляется еще обухтить-то. Королевская речь хорошо принята. Плюс политка, плюс поддержка войны, допустим. А мы почти закончили восстановление Франции. Или да, мы закончили восстановить Францию. Теперь еще только какие-то фабрики дополнительно получаем. И у нас уже 180 военных заводов. Примерно столько же, сколько и у Германии. У нас ссылок поменьше, но плевать. Наша промышленность лучшая в мире. 0 ТНП минус, господи, минус 16 ТНП. Это забавно. Ну, ты понимаешь, это из-за того, что мы взяли... Да, из-за того, что я отменил этот фокус и взял вот этот. Нам оба дались. Но плевать, потому что эти 15 ТНП все равно 0. Было бы иначе. И мы прорвались сквозь основные, так сказать, какие-то линии укреплений этих вот чертовых красных. И успешно-успешно оккупируем теперь все побережье. Нашу армию не остановить. Это как раз-таки победоносный марш Наполеона. Пока здесь вот он сражается в Париже, одновременно под его командованием армия сражается в Америке. И успешно. Вырезали мы раковые опухоли. Теперь минус-тапки нету. И можем идти вот сюда. Да, отлично. Умеренные левые к нам присоединяются. И даем оливковый ветвь либералам. Чуть-чуть позволим... Немножко мнение дадим, но это временно-временно. Потом-то передумаем. И смотрите, объединенные синдекаты Америки. Прекрасно. Мы теперь можем забрать. Правда, не все. У нас есть, кстати говоря, Нью-Йорк. Ну, заберем, я думаю, восточное побережье. Но Франция, кстати говоря, здесь есть вполне себе такие притязания. Конечно, от них мы в свое время отказались. Но очевидно, что наш отказ был временным. И, кстати говоря, именно британцы у нас их забрали, да? Которые сейчас тоже находятся на севере. И Канаду они у нас забрали. Я чувствую, что здесь есть что-то такое. Тихо-хьянские что-то одержали победу гражданского венера. У меня есть ощущение, что это немножко не так. Но ладно, не будем им говорить, что на востоке тоже еще есть территория. Я вот это вот не качаю, потому что у нас будет бафчик. И я боюсь, что он иначе не применится. А именно у нас вот здесь вот будет еще... Вот он опять противопехотные атаки, прорывы и две укрепленности. Если я правильно понимаю, то мне нужно не качать пока что, иначе оно вот сюда не применится. Может быть, это будет работать поверх. Но я не уверен в этом, поэтому подождем. Ну и что, мы создаем лояльную Америку под нами, под французами. И тут у нас Джордж Норрис. Забавно, как он оказался в власти. Но, очевидно, мы ему дали. И тут тоже последствия, кстати говоря, смотрите, как в гражданской войне. И я так понимаю, они тоже теперь могут брать фокусы после гражданской войны, как будто она закончилась. Ага, ну, наверное, да. Наверное. Я думаю, не стоит ждать. Сразу начнем готовить войну против вот этой вот Америки, потому что, очевидно, нам нужно позволить себе иметь только одну Америку. Нашу. Какой-то еще осколочек, лишь, я бы сказал, вредит нашей ситуации тут. И черт, я сделал это не той армии. Ничего, сейчас переделаем. Чтобы не было никаких разных Америк. Есть только одна Америка. Теперь. Наша. Все остальные Америки должны не существовать просто, в принципе, даже в головах людей. А еще я решил сделать себе немножко вот таких вот девиз, только надо сделать их новыми. Ну и сделать одну такую вот армию. Нам понадобится очень много механа, но мы его производим просто в безумных количествах. Это у нас еще не полная эффективность, и это у нас еще недостаточно военных заводов. В общем, все переводим на самое-самое современное. Итак, у нас императорские выборы. И мы что идем? Вот сюда, так понимаю, да? Да, порядок и стабильность. Теперь мы тут имеем 2,5% популярности. Но ничего, ничего. У нас сейчас 80% появится. Я в этом уверен. И давайте начнем с этих футбафов, чтобы я наконец пехотное оружие исследовал. А вот и наша популярность. Я думаю, сейчас еще потихоньку накидаем. Самое главное, можно, наверное, сделать вот это вот. Вроде это, да, это решение все еще работает. Потихоньку, чуть-чуть, получим себе популярности. Кстати, оно из... Кому-то, видимо, да. У нас все еще осталось вот этот вот с нашими руками. Короче, остался... Из-за того, что я менял фокус, остался баф, который дает популярность чужой партии. Это, как говорится, реально, увы, но что поделать. Итак, новая великая армия, которая дает нам 5 атаки, да есть. Сейчас отсюда получим бафы потом. Смотрите. У нас еще вот отсюда будет плюс 10 атаки. По-моему, здесь с атакой вроде как все. Ну, арга, там еще куча таких приятных бафов. Ну, это, допустим, вот здесь вот уже бафов нет. Но потом у нас еще вот здесь вот будет 5 атаки. И надо понимать, что это все перемножается, а не складывается. И наш КБ вот сюда готов. Давайте не ждать, а выступать. Потому что наше дело не терпит отлагательств. Нам нужно закончить в Америке и отправляться уже в Европу. Рейхспакт все еще живее всех живых. А-а-а, тихий... Блядь, да что за... Ой, скрипты говна. Замирились они с Канадой. Да я нападал на них, а не на Канаду, господи. Наполеон не согласен с таким решением и сам продолжает войну. Это скрипты прекрасной Кайзершидзе. Сломанная. Продолжит наступление. Я не знаю, что такое перемирие. Новая великая армия, отлично. Оператор строит непобедимую армию. Сейчас еще механ достроим. Исследуем до современных танков. И скорее всего мы не успеем их построить, потому что игра уже закончится. Также не забывайте, что механ можно прогрейдить на абсолютно балансное удешевление в два раза. Мы это начнем и делаем, и повышаем производство почти что в два раза. Там немножко еще эффективность, скорее всего, снизилась и все. Но да, производство механа просто космическое. И мы получим еще минус 12 НП. Как приятно в скобочках, да уже плевать. Давайте сначала возьмем в себе популярность. И военно-обязанное среднее плюс 3% то, что нам и нужно с нашими кончающимися людьми. Невидимый император, смотрите. Наполеон 6, бог среди мужчин. Он стесняется быть перевоплощенным Наполеоном 1. Сердце обливается кровью за Францию. Конечно же, великий лидер. Немножко застенчивый. Ну да. И мы наконец-то исследовали пехотку под новым бафом. И вот вопрос. Насколько все работает то, что мы видели? И вообще не очень понятно. Там было написано. Самое, что было интересное, укрепленность. Видите, это вот крепленность плюс 2. Но ее здесь нету. Здесь и было 7 до этого. И вот против пехотника плюс 5, прорыв плюс 5. Тоже, если мы наводимся сюда. Разработка дарная и современные грандеры. Как будто и то, и то должно учитываться. Но вот укрепленность, видимо, не работает. Ну, ладно. Наши дивизии все равно и так становятся уже безумными. Особенно вот такие вот. И, в принципе, наши танки. И вот наши войска успешно забрались в Тихоокеанскую всю Народную Республику. К сожалению, нам почему-то не хватает счета. А, ну ладно, потом будет. Просто, видимо, для нас дороже, чем для американцев брать это все. Но я все равно это все забираю, только чтобы потом отдать Америке. Так что, так что без разницы примерно. И вот оно. Прекрасная Антанта. Теперь реально прекрасно. Они поддержали победу войне. Да, конечно же, федеральное правительство точно само победило войне. Все так. Ничего, ладно. Наша армия может возвращаться. И наш механ практически готов. Весь. У нас уже будет две армии механа. Это звучит очень круто. Ой, наконец-то там с Колумбии разобрались. Но нас там не интересует ничего. Пускай сами разбираются. Я уже доделал все эти фокусы, потому что их очень долго ждать. А по факту, ну... Это просто трата времени. И мы сразу перейдем к войне с Германией. Потому что именно это нам и осталось. Кроме этого, почти ничего. Ресмотрите-ка принципы молниеностной войны. Ну да, революционная. Только 43-й год уже не настолько революционная, как они об этом думают. Ну ничего, главное, чтобы они сильно не расстраивались. Поэтому не говорите им. Часть Бонапарта. Посмотрите-ка. Массивная статуя в честь семьи. Прекрасно. Идите, настоящая французская династия. Так и есть. Посмотрите-ка, у нас есть тут Шанель. Можно создать шпионскую сеть Копко. Звучит забавно. Не уверен, насколько это вообще близко к правде. Давайте посмотрим, нам шпиона дадут. Нового. Кто это будет? И, кстати говоря, у нас тут еще солдаты коммуны. Ивентик. Ну, от этого, от фокуса. И мы можем получить просто тонну снаряжения от этого. Мне кажется, в МП это имба. Ну, блин, господи, в кайзершизе думать про МП. Но мы относимся к ним, как к вражеским пледникам, конечно же. И вот он, Шанель. Да, у нас агент. Лучший агент Франции. Окей. Пускай так будет. Кодовое название Вестминстер. Смотри, мы как у Шанель. Британская аристограция. Да-да-да. Блин, забавно. Стильным и эмфическим. Я не думаю, что Шанель была шпионом. Хотя, может, это какой-то, знаете, забавный исторический факт. Но, допустим. Давайте взгляд на сток. Пора уже обращать. Мы все доделали по тем, что мы хотели здесь уже бафы на разведку. Плевать на них. Пускай Германия узнает, что мы захотим нашу, как бы, территорию обратно. Очевидно, что Эльзас французский. Путь к Великой Франции. Э? Великолепный изоляционизм. Восстанавливаем место под солнцем, либо не время безумных амбиций. Нет, конечно же, надо восстанавливать место под солнцем. Мы именно этим и занимаемся. Ой, у нас еще вот эти вот фокусы есть. Смотрите-ка. Некоторые субъекты в наполеоновские марионетки. Мы истинные колонии Франции, либо мы африканцы. А? Национальные территории, так как мы имеем Италии, Швейцария, Бельгия. Ну, бедилюкс весь. Окей, примерно понятно, что тут они хотят от нас. И смотрите-ка. Новый Эльзаский ультиматум. Хотя в первом мы Германию спасли, но второй мы сами отправим. И авиаций у нас не так много, но она вся очень хорошая. И, в принципе, этой очень хорошей должно хватить, чтобы перебить в два раза большее количество вражеской. Я думаю, мы справимся. То есть, я достраиваю сюда инфраструктуру и пункты снабжения, потому что у нас текущих не хватает совсем. Но это, конечно, не те, что мы видим на бумаге в большинстве дивизий. Хотя вот в этих очень даже приближены. Еще мы сейчас третий механ сделаем. Ну, конечно, уже не успеем его произвести достаточно. Он только так будет пополнять, куда сможет. Новый ультиматум отправлен. Сейчас они должны нам какой-то ответ дать, я полагаю. Немцы сдаются! Посмотрите на это. Посмотрите на это. Немцы просто взяли и сдались. Блин, и я думаю, знаете что, что это, наверное, стоит принять, то, что они сдали нам территорию. Они поступили как абсолютные трусы, но по фокусу-то у нас нет объявления войны. Все, они на расстоянии вытянутой руки. Войны с Германией не будет. Мы только что взяли Францию, как бы у нас только что здесь прошла война, в Америке мы выбили красных. Здесь наши войска все еще ждут, пока в Индии разразится конфликт. Это что-то вроде такой полулогичной концовки. Хотя, да, давайте смотрите, как мы сделаем. Это и будет концовкой нашего прохождения, но мы же не просто так эту армию собирали. Все, что происходит дальше, ребята, это сон нашего Наполеона VI, когда он представил, как немцы отказались. Так что там появляются названия, но самое главное, вот что мы делаем. Сюда. Сразу по всем этим ребятам погуляем войну, чтобы все пограничные страны с нами сразу воевали. И начинается наше наступление. Авиация вся в воздухе, наносит просто колоссальный урон. Посмотрите, третий Вильдкрик пошел уже. Там 200 урона в один момент было. Просто посмотрите, 70 самолетов, 80 сбиваем мы за день. Просто колоссальный разгром. У нас кончилось топливо, но у нас есть марионетка на Америке, поэтому топливо мы заполним за несколько дней. Бельгия капнула. Наши войска просто не остановить. Просто не остановить. Давайте посмотрим, какие статы. Блин, это неинтересные статы. Вот сюда. Это ночь, а если день? Давайте, я успею. Ей, там все подряд входит в войну. Миллион стран наших, их. Ну, тысяча атаки днем. Окей, тысяча атаки и 200 хардовой атаки. Ну, пойдет, пойдет. Я типа хотел, конечно, бы видеть... А, ну вот здесь вот 3000 было только что. Окей, 3000 я там где-то увидел. Это веселее, конечно. Но, в целом, меня устроит. Теперь, наверное, став 2000. У Германии 400 тысяч против 2000 наших. Там еще и на море что-то идем, но на море плевать, когда здесь такой разгром происходит на суше. И все, если веря должна Австрия, наверное, войти в это, но она не входит. Она подумала, наверное, ну нахер, там 4000 мертвых, а тут 600 тысяч. Конечно, размен любопытный, скажем так. Тут еще, да, тут если посчитать, наверное, может под миллион уже наберется со всех стран. Падение Берлина, дни Германской империи сочтены. И вот расстояние вытянутой руки, и эта вытянутая рука дала в немецкое лицо неплохой удар. И край респакта, жертвы Вельткрига отомщены. Я хотел бы еще увидеть потери, но не уверен, что успею. Ну что, выявляем имперор? В Германии, да, ну тут где-то миллион, полтора миллиона, наверное, от нас, из всего вот этого вот. Сейчас еще мы что-то подобиваем здесь на юге, туда-сюда. Требовать колонии, конечно же. Куда без них. И все, принадлежит теперь Франции. Остались там воины еще с какими-то странами, но мне не сильно интересно добивать здесь все подряд. В целом, я думаю, на этом мы можем скочить. Как я и говорил, концовка была вот вот, когда Германия сдала Эльзас. Достаточно логично, они истощены войной. Мы истощены войной, но мы сильнее. Наша армия лучше, у нас чуть получше доктрины, техника. И они просто решили не открывать третью мировую. В итоге здесь у нас все разрушено. Нет никакой нормальной власти. В Азии то же самое, видите, все еще никто не смог. Хотя нет, подождите. Да, там, хотя, да, можно сказать, что никто не смог обрести преимущество, потому что Япония все еще воюют. Эти ребята вроде как под одной, в одном альянсе, но это же китайцы. Это очень сомнительно, все еще ни одна страна. Выйти, гражданская война. Османы кое-как живые, но это как обычно. И в Америке наша США и Канада тут кое-как уживается с нами. Если вдруг передумает, то ее быстро настанет ее кончина. Ну, с вами был Лавгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твич, дискорд, бусте. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока.